Есть имена, может быть, неизвестные широкому кругу, но дорогие сердцам людей, имеющим счастье знать и молиться за них. Имя протеерея Бориса Глебова известно многим в Санкт-Петербурге. Много лет батюшка пел в хоре духовенства Санкт-Петербургской епархии и стал знаковой личностью в культурной столице. Поэтому очевидно, что вечер памяти протеерея Бориса Глебова состоялся в Государственной академической капелле. Побывали там и наши корреспонденты. Под песнопение «Воскресение твое, Христе спаси» на сцену вышел хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии под правлением Юрия Герасимова. Песнопение «Воскресение твое, Христе спаси» 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 Свободных мест в капелле не было. В этот вечер все пришли отдать дань памяти дорогому отцу. К собравшимся обратился сын, батюшки Бориса Александр Глебов. Личность отца Бориса стала событием, некой эпохой церковной жизни Санкт-Петербурга. Он был человек ярких дарований и многих добродетель. Но когда мы вспоминаем службы отца Бориса, то первое, что нам вспоминается, это его неповторимый голос. И воздействие службы отца Бориса на людей нельзя его приписывать только силе его голоса или красоте тембра его голоса. Здесь что-то большее. В его голосе, как в древней апостольской теребне, было явление Духа и силы Божией. Своими воспоминаниями об отце Борисе поделилась седекан факультета церковных и искусств Санкт-Петербургской духовной академии Елена Михайловна Гундяева. Папа его называл тогда, видимо, еще не был отцом, просто по имени. И вот только-только отстроилось метро Александра Невская. Я помню, что мы спускаемся по эскалатору, и нас догоняет вот этот самый светлый молодой человек. Красивый, видный, но дело все в том, что именно свет. Он излучал из себя свет и какое-то удивительное счастье. И папа стал его поздравлять с его изменением в жизни, потому что это было буквально где-то сразу после его свадьбы. В 1981 году по инициативе Владислава Чернушенко, руководителя капеллы, прошел первый фестиваль «Невские хоровые ассамблеи». И в наш город вернулась духовная музыка. В рамках этого фестиваля записана божественная литургия Петра Ильича Чайковского. Прозвучал небольшой фрагмент этой записи с диаконскими возгласами отца Бориса. Программу продолжила певческая капелла Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко. В их исполнении прозвучали духовные и светские произведения. В завершении вечера младший сын отца Бориса, протодиакон Иоанн Глебов, возгласил вечную память преснопамятному протерею. Песнопение исполнили оба коллектива – хор духовенства и хор капеллы. Песнопение исполнили оба коллектива. Песнопение исполнили оба коллектива.